всем привет привет рада вас видеть на своем канале сегодня мы смотрим расклад который тоже будет такой коротенький как и предыдущий был смотреть чем вы необычны и так позиции есть напомню причем до начну напомню что в ближайшие дни у нас завтра послезавтра будет прямой эфир да приходите приходите пообщаемся отвечу на ваши вопросы причем вы можете задавать все вопросы которые были в каких-либо раскладах если у вас остался какой-то пробел что-то не поняли и надо объяснить рассказать с огромным удовольствием расскажу на эфире и так позиция номер один голубенький камешек смотрим единички вас в чем вы необычно в чем ваша ваша необычность в аркане смерти смотрите ваша необычность скорее всего заключается в том что вы умеете перерождаться то есть там где другие люди уже давно сдались вы не только не сдались вы переродились еще и с огромной пользой для для себя то есть сделали какие-то выводы плюс ко всему еще и способные помочь другим людям ваша необычность заключается в трансформациях в каких-то знаете бесконечных трансформациях которых вы находитесь но с одной стороны они вам вроде бы не очень-то нравится но с другой стороны вы в них достаточно комфортно себя ощущаете ваши необычность заключается в том что вы очень резко можете отрезать то что вам не нравится оставить позади возможно у вас идут какие-то необычные сны либо вашей жизни были необычные перемены до которые вот как-то делили вашу жизнь на то и после мне такое чувство что очень много боли вы держите в себе и не при этом не показываете другим людям необычно заключается в том что вы никогда не рассказываете много о себе вы умеете очень глубоко погружаться как себя так и в других людях других людей и вывод в этой внутренней какой-то своей пустоте видите и получаете какую-то важную очень информацию для себя и как будто бы еще знаете вы умеете делать правильные выводы и брать уроки непосредственно у самой жизни то есть там где другие люди не совсем понимают что происходит да либо какая польза в этом есть вы это можете сделать ваша необычность еще в том что вы умеете получать удовольствие удовольствие от жизни причем здесь не обязательно чтобы было удовольствие знаете от там не знаю от больших денег да когда есть деньги то может все в принципе купить и это понятно а вот вы как будто бы находите получаете удовольствие в том комфорте в котором вы который вы создаете физическом плане это могут быть я не знаю свечи это могут быть какие-то кристаллы то есть элементарно вы можете смотреть на это и это может вас расслаблять и вы прям вот наслаждаетесь вы умеете наслаждаться своим телом вот получать от него по максимуму удовольствие то есть это может быть там не знаю какие-то телесные практики в том числе и массажи это может быть прекрасный секс такой знаете достаточно земной но при этом я имею ввиду без романтизма но при этом вот вы как-то не знаю расслабляетесь вот кайфуете действительно это может быть также хорошая вкусная еда опять же здесь не про количество а здесь про качество вы как будто бы умеете ценить ценить и благодарить вот это вот ваша уникальность благодарить причем знаете за мелочи какие-то не обязательно за что-то такое большое вот вы как будто бы знаете еще умеете ваша необычность в общении с людьми вы создаете какую-то такую атмосферу теплоты теплоты комфорта мне идет такой знаете звонкий смех приятный то есть я не могу сказать что вы всегда являетесь центром компании да вот прям душой компании но вот когда вы приходите в компанию это всегда как-то необычно вот на вас обращает внимание вы всегда выделяетесь это не обязательно одежда и вот ваша энергия выделяете своей энергии вы как будто бы с одной стороны как-то вот влияете на людей до трансформируете вы гипнотики гипнотически да как гипнотизируете людей гипнотически влияете на их сознание и вот знаете после общения с вами человек становится другой его ценности как будто бы меняются вы обращаете внимание его на то что ранее он как-то не сдавался этими вопросами но эти вопросы они касательно ценностей то есть не в контексте мироздания а именно ценностей то есть такое неоднозначное ощущение от вас идет с одной стороны особенно если вы женщина она вас смотрят мужчины вот они вроде бы наслаждаются вами да то есть они понимают что вот вы какой-то лакомый кусочек особенно ваши волосы но помимо изгибов нравятся ваши волосы но здесь одновременно как будто такое чувство знаете что это запретный плод вот он вроде бы так близко близко я могу к нему прикоснуться а с другой стороны он как будто бы бьет электрическим током что нет есть какая-то опасность и вот этот вот как драконь от мужчин да и и им это нравится то есть вы просьба и доступная и в то же время они понимают что вы не их поле ягод когда что-то здесь что где-то есть какой-то подвох до что что-то не так не может быть чтобы это вот было так вот свободно свободно и доступно вот ваша уникальность она касается роскоши вашей души вот вы настолько изобильные настолько щедры в душе своей но опять же таки не могу сказать что здесь вот прям щедрость на рубаха парень вот прям все выворачивая все отдаю не здесь как-то избирательно вы предстаете страннику как райский сад в котором очень много фруктов заходи можешь взять любой но при этом можно есть только вот пока ты находишься в этом саду собой забрать фрукты невозможно и это вот каким-то образом знаете притягивает людей и делает их зависимым то есть вот пока я в этом саду да я я живу хорошо как в раю но стоит мне только выйти опять-таки это наступает нищета то есть вот вроде бы вы и щедры вы отдаете а с другой стороны вот это вот зависимость от вас она делает людей не нищими то есть она им подсвечивает как будто бы свою несостоятельность то есть люди ощущают что вот без вас вы как костыль какая-то такая опора еще расскажу особенно если вы женщина речь идет о мужчине то есть он он ощущает что вот это вот ваша энергия поддержки заботы внимание она необходима но посмотреть на на вас вот как на женщину которая можно любить вот как знаете как на кубковые нет потому что есть вот вас что-то такое могущественное что не принадлежит никому и вот с этой точки зрения мужчин как-то очень сильно огорчает потому что они не могут сделать вас своей собственностью то есть вот понимаете здесь какая-то такая двоякость вроде бы вы и поддерживаете вдохновляете наполняете мужчин и казалось бы вот он идеал но с другой стороны здесь мужчина не может взять этот идеал потому что он понимает что он не принадлежит ему он вообще никому не принадлежит он вне вывод идеал он он для всех он вообще вне рамок и вот в этом ваша уникальность как личности вы можете очень быстро меняться с одной стороны знаете вот как солнышко яркое согревающие теплое но и одновременно можете быть холодный отталкивающие такой знаете не как-то вот как убегает что-то как невозможно поймать такое зыбкое кажущая как мираж и человеку сложно считать вас и вот в отношениях в этом есть проблема потому что мужчины любят когда понятно и когда все ясно конкретно и вы не относитесь к такой категории людей вы здесь вот прям масштабы идут мне до по энергиям то есть личность такая достаточно многогранная то есть и и как будто бы распознать должен быть прям вот такой классный найти профессионал который держит этот алмаз своих руках и он понимает насколько вот это вот огранка зависит от ценность скорее всего нет насколько ценность этого алмаза зависит от огранки самого огранщика то есть насколько он мастерски может разглядеть не то что этот алмаз нуждается в этой огранке насколько глаза смотрящего могут увидеть эту красоту вот эту вот многогранность здесь личность такая неоднозначная во многом загадочная непонятная и это может и отталкивать здесь не пугает нет здесь вы не пугаете мужчин но здесь вы отталкиваете женщины вам завидуют во многом почему потому что в них нет вот какой-то такой знаете глубины которые есть вас такое ощущение что-то вы как будто бы как инопланетное какое-то существо не совсем земного происхождение то есть вас много вы как отдельная вселенная в которой либо как бездна какая-то знаете в которой вот папу нырнул упал и вот и летишь летишь и конца края нету вот что-то такое мне здесь идет к у нас там вопрос то был в чем ваша необычность еще в чем ваша необычность колесо фортуны вот я говорю ваш необычность она говорит заключается в том что вы можете любую ситуацию развернуть в нужное для вас русло то есть как-то в свою пользу особенно когда вы не можете как-то повлиять на ситуацию вы можете в этой ситуации найти очень много плюсов для себя здесь не про принятие а здесь про иной взгляд люди как флюгер которые вот куда повеет ветер да туда не идут это не значит что они бесхребетные а это означает их адаптивность то есть люди которые могут в любом обществе быть своими то есть среди молодежи там общаются на их сленге если это совсем маленькие дети они могут дурачиться также как дети если здесь люди такого достаточно высокого экономического порядка да то есть финансово обеспечены вы также можете чувствовать вам будет комфортно вы не будете ощущать себя ущемленными финансово даже если у вас нет такого заработка как у других людей то есть здесь люди которые могут приспосабливаться многолитие от ваш ключевое слово многолиткость смотрите кольцо фортуны обычно показывает продвижение но вы не тот человек который любит как-то передвигаться вы также не очень-то и любите перемен невзирая на то что вы адаптируетесь достаточно быстро здесь ваши ценности во первых финансы не стоят на на первом месте то есть приоритеты здесь нету финансов хотя вот именно роскошная жизнь вот в удобстве в комфорте она вам нравится но здесь какие-то другие ценности стоят в приоритете скорее всего то что развивает вас как личность то что выражает вас можно конечно же сказать что здесь вопрос личностного роста до либо духовного развития вот это вот на первом месте а именно финансовая сторона вопроса либо яркость жизни она как-то на более низких уровнях здесь у вас ну то есть это не столь важно хотя периодами может быть так что зацикленность на деньгах она очень ярко выражена это вы знаете как бывает у человека бы здык какой-то проснулся и все и начинает считать деньги начинает как-то там единое экономить что-то там фиксировать это какой-то вот период не знаю с чем он связан но вот иногда у вас бывает но это не на постоянной основе или кирка на выпадают в чем еще ваша уникальность по аркану мира знаете вы достаточно легко можете разрушить то что для вас потеряла какую-то ценность и значимость это очень важно не привязываться с одной стороны вы умеете ценить и то что вы цените вам дорого и вы хотели бы это иметь но с другой стороны вы также легко можете отказаться от того что для вас когда-то было важным и значимым здесь ключевое слово многоликость то есть как бы я не не смотрела да то есть вы можете быть абсолютно разными что влияет на вот эту вот вашу разносторонность тоже в том числе и в знаниях таком достаточно широком кругозоре скорее всего здесь просто люди которые много раз перевоплощались как такая древняя душа либо человек очень опытный причем опыт жизненный не из книг эмберический какой-то вот процесс как говорится человек на своей шкуре очень многое прожил и поэтому понимает многие вещи да то есть здесь ключевое именно пониманием многие моменты многие процессы в своей жизни вы понимаете как устроены и вам поэтому знаете есть такое чувство непривязанности не потому что вы осознаете что мы здесь временные до какие-то путешественники а здесь какой-то вот личный опыт повлиял на это осознание что смысла смысла за что-то держаться либо что что-то вот как-то на чем-то зацикливаться нету вот как-то вот со временем к этому пришли вот такая у меня была первая позиция так смотрим вас двоечки в чем ваша необычность ваших бантиках и трюшечках в чем ваша необычность вот в том что вы как-то и той из чего вы сотканы вот вы как будто вы осознаете в первом позиции была многолитность в контексте знаете некой такой аморфной сущности которая принимает тот лиг ту форму в пространстве которого она находится у вас же здесь не совсем об этом здесь вы как будто бы созданы из частей которые между собой как-то и совсем стыкуются то есть допустим знаете как вот эти вот мифические существа как сфинкс например да который состоит из четырех стихий вот здесь тоже вы как какое-то такое существо как здесь изображено да то есть например рога оленя там двуглавое какое-то трюглавое существо причем эти головы они от разных животных непосредственно тело само от другого животного а крылья может быть от какого-то там не знаю крылья для дракона к примеру да либо летучей мыши то есть какое-то мифически придуманное существо то есть ваша уникальность как раз вот в том что вы соединяете те вещи которые между собой как-то не не стыкуются то есть это может быть красота и одновременно какое-то безобразие то есть что-то что вот притягивает и одновременно от отвращения идет какое-то то есть это может быть не знаю в каком-то вашем проявлении гнева либо агрессии вот людей это как-то может умилять то есть они могут смотреть и говорить что вот как-то вот в этом безобразие вашего лика я не имею ввиду красоту да я метафорично говорю здесь какое-то вот безобразие безобразие в контексте отсутствие гармонии в чем-то вот что то что находится в каком-то дисбалансе дисгармонии и вот в этом есть какая-то своя прелесть какая-то своя красота здесь очень много сомнений но эти сомнения они как будто бы связаны с тем что здесь уживается как две личности здесь хочется сказать в одном теле две головы вот эти две головы которые бесконечно между собой ссорятся но при этом когда надо принять какое-то верное решение либо какое-то движение сделать вперед они находят компромисс то есть это как знаете дети да как брат сестрой либо два брата либо две сестры вот они между собой как-то ругаются да за какие-то игрушки но когда они выходят на улицу есть какие-то чужие дети и вот кто-то нападает на одного из этого ребенка из этих детей да то второй год как-то защищает а если например брату защищает свою сестру либо старшая сестра защищает младше то есть когда они между собой на они могут ссориться они могут ругаться но когда это касается какого-то внешнего мира до чего-то там достижение в этом мире они как-то соединяются между собой мобилизируется и вот становится каким-то таким щитом а потом когда вот как будто бы опасность на греку но уходит либо решение необходимой проблем задачи уже завершено принято да вот эти вот щиты они как будто бы спадает и опять идет разделение опять идет какая-то ссора если ты там ваша уникальность вы можете как-то находиться как в каком-то дисбалансе а потом в нужный момент вы такая знаете собранная подтянутая то есть вы сразу становитесь другим человеком когда есть вот это вот внутри вас единение не дают покоя крылья летучим мыши не могу понять почему здесь это показывают чем ваша уникальность нет вы не являетесь собой я просто подумала сначала может быть здесь идет отсылка к ночному какому-то образу жизни но вы не сова вы жаворонок вам нравится по утрам просыпаться здесь как-то это связано с со слухом то есть то как вы воспринимаете информацию не не визуально на слух то ли вас есть какая-то способность что вы слышите то что не слышат другие люди либо но вот очень прям вот хороший слух возможно музыкальный слух то есть вот ваша уникальность она связана как-то с вашими ушами но это не в контексте украшений а в контексте восприятия информации почему какой-то такой писк писк идет я не могу понять что это такое какие-то вот улавливаете тонкие тонские то высокие звуки какие-то шайта такое что я слышу писк четверка кубков может быть так говорит ваш внутренний голос каким-то слишком высоким таким голосом и как какая-то помеха либо вот у вас бесконечная какая-то внутренняя помеха идет еще в чем ваша уникальность окон повешенного вот ваша уникальность на краски заключается в том что вы можете видеть вещи немножко по-другому не так как все это не значит что вы смотрите по другим углом а это значит вы как будто бы вот как-то смотрите на мир глазами души как-то объяснить то вы как будто вы смотрите и воспринимаете информацию как как некие образы как что-то такое вот бесформенная наполненной энергии можем здесь вы владеете с на знанием именно не ясновидением а ясно знанием то есть здесь вот как-то не знаете показывают иногда я говорю насколько сложно интерпретировать ту информацию которую я вижу я просто вижу какую-то вот прозрачность знаете как будто бы человек находится в свете вот свет 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 не желтый белый какой-то такой свет очень яркий и я не могу понять то ли это туман то ли это какая-то прозрачность то ли это какая-то энергия у меня нету слов описать это но это что-то такое как сгусток какой-то насыщенный но скорее всего не сгусток как как насыщенность белым цветом и ваша уникальность то что вы умеете читать душу что ли людей не ее историю то есть не то что было с человеком а вот как-то вот напрямую ощущаете нет здесь не про ощущения я бы здесь как ясно знание это не неким эстетика это не визуальность это не аудиальности это именно ясно знание вот вы какую-то вы знаете смотрите на вещи даже не на человека смотрите как-то на вещи и вы видите вот свет внутри вот этого предмета как будто бы вот все можете видеть что-то светящиеся возможно бывает очень часто так что вот вы видите какой-то вот блеск знаете как шарики какие-то вот металлические блестящие вот что-то такое вот этот вот блеск очень часто вы видите но вот ваша уникальность в том что вот вы видите суть вещей напрямую причем суть не в контексте там есть на я смотрю на дерево я понимаю что это дерево нет а вы как будто бы даже это дерево воспринимаете как как и не знаю как какие-то энергетические каналы то есть вы не видите дерево как обычно люди смотрят вы видите его суть вы видите как энергия это как будто внутренности знаете есть люди рентгены которые видят внутренности человека вот вы видите как будто бы суть человека вещей предметов то чем он наполнен туз кубков вот ваша уникальность она как раз таки в ваших способностях не здесь идет такое ощущение что вы очень часто выдыхаетесь энергетически после того чем вы занимаетесь то ли это ваше хобби то ли вы это ваше дело какая-то способность может быть какой-то навык вы очень вкладываетесь в это вы как будто бы частичку себя даете и вы после того как завершается этот процесс вы тратите очень много энергии вам надо время потом на то чтобы восстановиться вы как вот всю себя даете здесь подсказка идет о том что вам почаще нужно либо бывает там где есть водоемы либо вообще как рекомендация сходить в какую-то купель купель не знаю может быть в вашей местности есть такое мне показывает знаете как ту лет и гора ту ли это что-то и там есть как вот вода как водопад что ли который падает и вот момент когда он падает он создает как маленькие такие кратеры а в этом кратере есть вода вот вам как будто бы если кому-то откликается то что я говорю если кому-то бы рекомендация что вам нужно именно побывать в этом месте на вот это вот место она как будто бы поможет вам очиститься а вообще здесь рекомендация о том что либо почаще быть рядом с водой водоемы реки не море не море не океана нет здесь какие-то вот реки причем речка маленькая должна быть небольшая водоемы какие-то озеро но не техническое море и не бассейны вот может быть есть еще место где либо лебеди что ли плавают вот мне показывают как озеро такое очень красивое такое место умиротворяющие но в нем странная энергия вот она как будто бы немножко как болото но вот в этом месте именно как-то вот снимают негативную энергию в общем здесь рекомендация побывать либо почаще бывать рядом с водой идет моменты очищения вам важно снимать себя вот этот вот негатив который вы накапливаете так еще в чем ваша уникальность как вы как каким образом вы достигаете своих желаний то есть именно способ достижения ваших желаний он уникален это не целеполагания а здесь какой-то другой подход идет связаны как-то либо с намерением либо с как-то вот мне идет что люди выходят как-то на улицу особенно если это как-то ветреная погода и то ли вы разговариваете с ветром то ли разговариваете с воздухом вот его как-то используя голос высказываете свое намерение причем это не певучая это как-то резко и очень огненно страстно наполнено и вот прям как-то так очень громко и это срабатывает это срабатывает то здесь как-то у вас есть особая общение с воздуха стихия воздуха еще какой-то режет металла идет то ли это колесо то ли иногда вот бывает на тормоза машины нажимаешь вот это вот скрежет когда колодки колеса примут по самому колесу когда тормоза протерлись и вот колодки они прям встречают вот это вот колесо и скрипит вот этот вот скрип какой-то идет я не могу понять чем он связан за может быть там где вы живете вот либо какое-то либо это мастерская когда по металлу вот что-то режу знаете вот это вот колесо и искры идут вот что-то такое может быть это ваше какое-то увлечение хобби что-то вы режете либо работа с металлом там не знаю ножи ножи как-то вот делаете либо холодное оружие вам нравится увлекаетесь причем это не винтовки а вот именно кортики шпаги может быть фехтованием кто-то увлекался вот в общем что-то такое вот в этом есть ваша уникальность то есть вид спорта а еще и иконы вид спорта все что связано с лошадьми да это тоже ваше как хобби вам это нравится так позиция номер три троечки в чем в чем в чем ваша необычность в чем вы необычны не похожи на других в чем вы необычные семерка пинакли вы необычны тем что вам нравится идти не про то не протоптанной не проторенной дорогой не протоптанной дорогой вы выбираете всегда какой-то сложный путь для кого то здесь может быть как то знаете может показаться странным вот вам нравится как то как это реанимировать возрождать усухшие цветы то есть может быть в горшке как то у нее идут сухие цветы в горшке вот вам нравится возрождать как то ухаживать что ли пересаживать подкармливать и как ни странно эти растения они начинают приобретает вот как то вторую жизнь да начинают оздоравливать да превращается в зеленые ваше необычность она связана с вашим мировоззрением вы можете быть такими знаете терпеливыми когда есть в этом необходимость причем можете быть даже терпеливыми там где другие люди выходят из себя но в другие моменты вот когда казалось бы на пустом месте нету никаких предпосылок вы начинаете загораться становитесь категоричными здесь так еще интересный такой момент показывает что люди на вас смотрят как то недопонимая и не понимая что происходит что послужило вот это вот предпосылом того что вот вы как то так среагировали то есть ваша реакция они не то что неадекватные а они иногда непонятны людям то есть там вот где действительно нужно как то себя проявить вы можете промолчать а там где можно было бы промолчать вы как то становитесь какими такими достаточно деспотичными отстаиваете позицию можете быть жесткими в чем еще ваша необычность еще ваша необычность она в одежде каким-то образом мне идет такое что вот вам нравится зеленый зеленый как по-другому этот зеленый называют зеленый коричневый вот что то такое может быть вам нравится стиль бохо потому что здесь какая-то одежда вот она какая-то не совсем какая-то вот она несуразная она почему-то мне показана что такое вот очень прям широкое то есть если это платье либо юбки они почему-то должны быть в пол и они не обтягивающие вот что такое широкое если это брюки опять же таки они вот какие-то вот широкие большие причем знаете как такие могут быть еще на на лямках вот как у клоуна есть такие штаны на лямках просто они у вас вот именно какие-то не то что они пестрые а именно в формах здесь вопрос причем вы можете соединять какие-то такие знаете вещи что-то связанное с геометрией тоже которые между собой либо они как-то по цвету не состыкуются либо по формам не состыкуются ну то есть допустим какая-то одежда и например платье и спортивная обувь вот что такое а еще идут здесь какие-то вот цепи либо большие бусы какие-то украшения кольца тоже такие вот большие нравятся либо странные формы либо странных размеров вот цепи почему-то идут большие ремни кожаные черные какие-то либо например с бляшками вот кому-то нравится да вот эти вот военные раньше были здесь очень своеобразный стиль одежды и кому-то нравится золотые украшения но если это золотые кольца то вот их почему-то много должно быть на руках не одно а много и головные уборы здесь какие-то странные 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 я имею ввиду необычные не знаю может быть ободок носите но этот ободок он вот нетрадиционные как окошник например какой-нибудь такой либо нравятся маленькие диадемы носить вот какие-то такие украшения либо либо какие-то вот цепочки во что-то в волосах есть такое может быть дреды у кого-то или как они там называются такие необычные косы ладно что еще необычного но вы любите всевозможные вызовы соревнования причем как-то знаете изначально выбираете противника себе сильнее себя вот вам как-то нравится что даже если вы и проиграете то проиграете от сильнейшего вот вам это приносит какое-то удовлетворение не на равных не слабого то есть если вы выиграете сильнейшего это вообще будет топ но если вы проиграете то как будто бы и не позорно проиграть такому сопернику потому что изначально видно было что он вам не ровнее что он выше вас сильнее способнее то есть вы любите как-то себе какие-то вызовы бросать нравится соревнования вот какие-то не конкуренция а именно соревнования вот задор какие-то игры очень активные так еще в чем ваша необычность улыбать потому что вы была императрица и аркан солнца то есть вы можете с одной стороны быть такой знаете вот я говорю статный ухоженный например там я не знаю на работе утром а вечером можете одеть кеды шорты какую-нибудь майку растянутую и пойти во дворе с пацанами погонять футбол что-то такое знаете побыть ребенка то есть здесь и статность присутствует да то есть утром я такая бизнес леди а вечером я могу подурять подурачиться с детьми здесь присутствует легкость легкость может быть вам нравятся дети и вот вы среди них чувствуете себя своей какой-то праздники вот веселье вы умеете веселиться вы умеете расслабляться хочется сказать ну то есть расслабляться не в контексте позиции там дзена а вот придумывать себе какие-то игры может быть нравятся настольные игры знаете так вечером собрал людей в домашних кого-то кругу и вот очень азартно играете в настольные игры здесь тоже такое может быть может быть радуетесь каким-то покупкам как маленький ребенок вот это тоже ваша какая-то такая необычность вы очень экспрессивные но причем так интересно с одной стороны мне показ человека экспрессивного а с другой стороны человека такого сдержанного холодного то есть вы возможно избирательно как-то показываете кому-то свои эмоции а вообще если мы говорим о хобби развлечениях то здесь какой-то вот активный вид отдыха то есть это не полежать на солнышке погреться а здесь какие-то не знаю скалолазания что-то не идет ну кампинг это понятно вот здесь вот как будто вы знаете вот что-то вас привязывает веревкой за талию вот ваша талия мне показывает обвязана веревкой вы находитесь какие-то такие знаете синие леггинсы и майка такая достаточно широкая и вот я не знаю то ли вас тянут наверх то ли вас держат чтобы вы спустились я не могу понять может быть здесь какие-то такие виды спорта как рафтинг вот что-то что связано с природой с водой где нужно как-то вот задействовать всю мышечную массу а здесь не прогулки ну и здесь нет такой вот если есть ходьба то это не не в парке где-нибудь а это вот ходьба может быть где-нибудь в горах где есть вот пиши прогулки но они какие-то большие там на 5 километров на 10 вот какое-то такое а вообще здесь мне идет хобби как вид выживания я не знаю как группа людей которые собираются выбирают для себя какое-то место куда они поедут и там естественно каких-то природных условиях будет выживать вот что-то такое здесь здесь нравится не важно женщина вы мужчина женщинам тоже такое нравится посоревноваться вот прям знаете вот особенно женщинам здесь как будто бы нравится посоревноваться с мужчинами и не просто посоревноваться а еще нравится победить то есть если например вы ходите в спортзал да и занимаетесь какими-то силовыми нагрузками то вот вам важно показать что я сильнее мужчины что я понимаю больше веса да более технично более как-то профессионально ну вот это вот какая-то вот ваша черта такая характера необычная но здесь я не могу сказать что женщина такая мягкая все такое нет здесь женщина достаточно властная здесь женщина которая умеет управлять умеет влиять и ваша необычная черта заключается в том что вам нравится вот это вот власть которую вы имеете над людьми связи которые вы имеете вам нравится ее проявлять в чем вам нравится когда люди подчиняются причем еще раз уточню не какие-то слабые если это мужчины вам не нравится слабый мужчина вам нравится подчинить сильного мужчину и опять же таки не для того чтобы он был все время в подчинении нет а это вот какая-то разовая такая победа того что в чем-то он проиграл а потом пускай он берет верх над вами да вам все равно но вот именно в каком-то моменте показать свое превосходство но это не в контексте эгоизма а в контексте какого-то такого здорового спора что ли соревнований вот здесь какой-то авантюризм азарт причем вы такой человек которому нравится спорить не словесно а вот когда вызовы бросаете себе и говорите вот давай поспорим что я там смогу десять раз потянуться либо там десять раз отжаться да и вам да ладно ты ты не можешь либо аспорим что я сяду на шпагат вы к примеру там много килограмм и ну вам не верят да ладно вот я на спор и вообще на шпагат довольны надеюсь что вот в таком формате какие-то моменты вот в этом ваша уникальность то есть вы одновременно можете быть и ребенка вы не стыдитесь и с другой стороны можете быть лидером компании это знаете особенно очень характерная черта для мужчин которые нам не знаю в бизнесе может быть какой-то там жестокий и и какая-то такая акула бизнеса да мужчина приходит домой вот и он такой вот в тапочках весь такой мягкий пушистый котик да и жена ему ну-ка пошел мусор выбросил он да дорогая и побежал на работе вот такой мощный что-то здесь такое идет какая-то такая очень забавная забавная энергия так ну вот такой у меня был третий 100 3 позиция а напоминаю что будет прямой эфир приходите в разделе сообщества я напишу анонс также не пропускайте по пятницам анонсы на блиц консультации вот приходите всех жду еще не подписался на мой телеграм-канал подписывайтесь если хотите ссылка есть под видео по ссылке мои услуги то есть все что вся информация необходимая обо мне она есть в этом документе который называется мои услуги нажимаете переходите туда там все можно прочитать все мои контакты как со мной связаться что у меня есть абсолютно все а я с вами прощаюсь до следующего расклада всем пока-пока